Это гнездо выглядит не очень привлекательно и даже ужасающе на первый взгляд. Особенно если находишь его в своем доме. Но не спешите бежать за дихлофосом, ведь насекомые, о которых сегодня пойдет речь, нам вовсе не враги. Вы на канале Знай ТВ и сегодня на обзоре я вам представляю одних из самых узнаваемых и полезнейших насекомых на планете. Медоносных пчел. Не забудьте оценить ролик и подписаться на канал, и да обойдут вас стороной их жала. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Медоносная пчела. Внешний вид этих насекомых довольно трудно спутать с кем-либо. И неудивительно, ведь эти маленькие, но суровые, жужжащие, полосатые насекомые заселили буквально все континенты, исключая разве что Антарктиду и некоторые северные районы. И несмотря на то, что существует около 20 тысяч видов пчел, род медоносных насчитывает по разным данным всего 7-10 видов. Основой их тела служит наполовину хитиновая кутикула, покрытая густым желто-оранжевым мехом, который в свою очередь необходим как для простой защиты от загрязнений, так и для сбора пыльцы. Растет он даже на глазах. А вместе с тем по всему телу расположены другого рода волоски – сенсилы. Они выступают в качестве органа осязания, и благодаря им пчелы не знакомы с проблемами ориентации в темном пространстве. Глаза у пчел тоже устроены необычно. Большие фасеточные глаза расположены по бокам и занимают практически всю голову. Такое положение позволяет пчеле контролировать территорию даже не поворачивая головой. Кстати, помимо этого, на темене имеется еще тройка глаз, которые в дополнении ко всему помогают более точно воспринимать интенсивность света. И это помогает как рабочим пчелам внимательно отслеживать цветки, так и трудным наблюдать за поведением королевы. Ну и, конечно, кто не знаком с пчелиным жалом. Настоящий острый гарпун, которым незамедлительно воспользуется любая пчела, если почувствует хотя бы малейшую опасность для улья и семьи. Рядовые пчелы могут достигать длины всего полутора сантиметров, тогда как матка вырастает примерно вдвое больше. Не особо большой размер, но вся пчелиная мощь – это разговор вовсе не о размерах. Неисчислимые колонии, заселившие практически все участки суши планеты, разрастаются в неимоверных количествах. Колония – единственный смысл жизни пчелы. Колония – место, где рождаются, и место, за которое умирают. Именно колония является биологической единицей – семья, единым суперорганизмом. Колония должна жить, колония должна расти. И каждый член семьи сделает для этого абсолютно все. Поэтому для процветания они распределили между собой роли и поделились на три касты. Рядовые рабочие пчелы – основной двигатель прогресса. Труднее – начальство по вопросам осеменения. И королева – мудрый матриарх. На жизнь рабочих пчелок выпала самая непростая доля. На их плечах, точнее, на их лапах, держится покой и процветание целого улья. Все они – родные сестры, произошедшие от одной матки, и им приходится выполнять самые различные роли, включая работу, как в улье, так и за его пределами. Например, сразу после того, как матка отложит яйца, у нее больше не останется времени следить за младником. Поэтому она уходит по своим королевским делам, оставляя будущее улья под опеку рабочих пчелок. Поиском цветов и сбором пыльцы занимаются тоже они, но эту задачу доверяют более взрослым особям. Благодаря глазам, сканерам и усикам-локаторам разведчицы с легкостью выявляют координаты необходимых растений и сообщают собирательницам о золотой жиле. И вторые немедленно берутся за дело. Нектар – очень калорийная пища, имеющая полезные питательные вещества. Именно из него впоследствии и изготовят мед, поэтому его собирают в первую очередь, используя язычок и хоботок. Хоботок рабочей пчелы, кстати, может достигать аж до 7,2 мм, а это, между прочим, почти половина длины ее тела. Без пыльцы тоже никуда, ведь в скором времени она должна будет послужить питательным белковым кормом для семьи, а также стройматериалом для гнезда. А для ее сбора пчела обзавелась интересной и хитрой способностью. Во время полета, приземления или столкновения друг от друга, их волоски вырабатывают заряд, генерируя статическое электричество, и пчела становится буквально живым магнитом. Стоит ей только приблизиться к цветку, как пыльца сама начинает притягиваться и облеплять ее. Такой прием значительно упрощает работу и увеличивает производительность. А в улье остается только счесать пыльцу с шерсти с помощью щеточек на задних лапках и утрамбовать в специальное углубление корзинку. Но и это не последняя ее способность. Ведь при необходимости она может стать отопительной печью для своего улья. Пчела забирается в свободную ячейку сот, неким образом отсоединяет летательные мускулы от крыльев, что позволяет ей сокращать мускулы с высокой частотой, тем самым вырабатывая тепло до 47 градусов по Цельсию и согревая куколок вокруг себя. Роль же трутней в жизни семьи гораздо более беззаботная. Ведь их органы совсем не годятся для той тяжелой работы, что выполняют самки. Поэтому им только и остается, что счастливо отдыхать и есть мед, ведь работать в такой большой семье уж точно найдется кому. Самцы, кстати, в отличие от самок, потребляют втрое больше меда и в размерах заметно более габаритны. Взращивают их исключительно для размножения, и это их основная задача. С виду бы казалось, такому положению можно только позавидовать, но легкая жизнь длится совсем недолго. Ведь во время брачного сезона матка и трудни взвивают высоко в воздух, где они становятся легкой целью. И во время таких вылетов примерно до 60% самцов оказываются съедены. Жизнь почти всех остальных обрывается сразу после спаривания. А вот если к зиме вули останутся трудни, то это причина для беспокойства. Ведь пчелы могут посчитать матку старой или больной. Что касается пчеломатки, то это единственная особь в семье, способная размножаться. Они могут откладывать до полутора тысяч яиц в сутки. И, конечно же, такую большую семью надо защищать. Когда речь идет о защите семьи, пчелы относятся к этому со всей суровостью. Ведь если врага необходимо устранить, его ни за что не вырвут из мертвой хватки. И можно наблюдать даже вот такой клубок из пчел. Патруль азиатских шерстней подобрался к улью. И, пожалуй, для пчел это самый опасный враг. Это универсальные бойцы, которые имеют очень токсичный яд. А пчелиные укусы для них не так уж и страшны. Однако, даже несмотря на все это, сдаваться никто не собирается и завязывается самая настоящая баталия. Шершни выцепляют одну пчелу за другой, беспощадно перемалывая их и разбрасывая в стороны. Такой солдат способен за минуту уничтожить до сорока единиц пчел. И всего за три часа колония из 30 тысяч особей перестает существовать. Под натиском группы всего 30 шершней. Теперь пчелиные куколки и личинки в руках захватчиков станут кормом для империи уже других насекомых. Но такие налеты не происходят спонтанно. Ведь перед нападением разведчикам шершней нужно раздобыть информацию о булье. Этот вид японских пчел, в отличие от европейских, не лезет на рожон, заманивая гигантского убийцу поближе. Как только он оказывается внутри, на него обрушивается целая армада. Внутри такой вибрирующей кучи быстро растет температура. При 46 градусах захватчика заживо поджаривают, и он перестает представлять опасность. Ролик про азиатских шершней, кстати, уже есть на канале. Ссылочку оставлю в описании. Помимо шершней, к пчелам в гости иногда заглядывают и осы. И их тоже не стоит недооценивать. Ведь если вовремя не принять меры, то захватчики также способны опустошить соты гнезда. Но в силу того, что осы – одиночные насекомые, такое случается довольно редко. И незваный гость быстро получает по заслугам. А это европейский пчелиный волк. Вид хищных ос, который любит охотиться на пчел. Такая оса предпочитает подстерегать свою добычу, пока она занята. Она незаметно подбирается и принимается за дело. Из этой хватки уже не выбраться. Борец выбирает позу, при которой пчелиное жало не пробьет броню. К сожалению, исход сражения уже предрешен. Оса выпивает нектар прямо из хоботка только что павшей жертвы. А труп относит в гнездо на корм будущему поколению. А вот ему уж точно не страшны многочисленные укусы. Ведь это медоед. Пожалуй, самое неуязвимое животное в мире. Его толстая шкура способна противостоять когтям львов и леопардов. Чего уж говорить о пчелином жале. Однако его лицо все же не защищено. Но это не мешает ему не обращать внимания на укусы. И он продолжает по-хозяйски вести себя. Покидая гнездо только после сытного обеда. А еще на канале про медоеда уже есть ролик. Советую посмотреть. Богомолы тоже не прочь проложить свой путь через пчелиные гнезда. Посмотрите. Стоило ему только выхватить одну пчелку из семейства, как за нее сразу вступились сестры и сбросили незваного гостя на землю. Пусть он и не собирается пасовать, покоя ему не дадут. До тех пор, пока он не отпустит всех заложников и не уйдет. Да и медведи тоже довольно частые соседи, которые способны даже залезть на дерево за своей долей. А на этих кадрах около уля решил отдохнуть жук-олень. Пусть он и ведет себя не агрессивно и бездействует, пчелам он явно не по нраву. Пробить броню этого рогача они не в силах, поэтому с большими усилиями его пытаются просто столкнуть вниз. Но чтобы устроить перепалку, не обязательно дожидаться кого-либо извне. Ведь очень часто можно увидеть потасовки пчел друг с другом. Например, их королевские особы просто не переносят друг друга. И в случае, если в выводке будут расти сразу несколько личинок будущих маток, при вылуплении они моментально начнут сводить друг с другом счеты. Когда выжившая подрастет и будет готова стать королевой, от старой матки тоже придется избавляться. Также пчелы ни за что не потерпят чужаков ни из тех районов. Они даже устраивают войны с другими семьями, только посмотрите на этот рой. Поверхности покрыты буквально ковром из трупов насекомых. Такими рейдерскими захватами занимаются пчелы-воровки, отдающие предпочтение грубой силе. Они время от времени грабят чужие земли, забирая уже готовый мед, а при возможности захвата заселяются и в сам улей. Для человека же медоносные пчелы в основном не агрессивны и не станут нападать, если не почувствуют угрозы. К тому, что у меня отвалился подкрылок, на меня напал рой пчел. Откуда здесь пчелы-то? Однако все же не стоит примерять на себе такую бороду из пчел, как у Койота Питерсона. Даже несмотря на очень вкусный мед. И уж точно не могу вам посоветовать пытаться переселить гнездо из 55 тысяч особей. Таким образом. Лично я меньше всего хотел бы сейчас оказаться на месте оператора. Впечатляющее нашествие. Настоящий живой поток. Затрагивая тему популяции диких пчел, необходимо ответить, что даже несмотря на плодовитость и высокую скорость взросления, дела у них совсем плохи. Первые ростки их массового вымирания зафиксировали еще в середине 20 века. И, к сожалению, с того времени они только набирали обороты. Например, в пределах нормы находится отметка о 5-10% смертности пчел во время зимы. Однако сейчас числа возросли примерно до 50%. А происходит это из-за изменения климата, распространения клещей варроа, близкородственного скрещивания и самая серьезная проблема – использование пестицидов в сельском хозяйстве, которые отравляют пчел. Остается только верить и надеяться, что для спасения этих прекрасных насекомых будут приняты серьезные и решительные меры. Именно такими жужжащими и полосатыми вышли сегодняшние герои ролика. Надеюсь, было интересно познакомиться с этими небезызвестными насекомыми чуть поближе. Если это так, то ваша оценка ролику будет лучшей наградой. Пишите в комментариях, возможно, я что-то упустил. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. А я с вами прощаюсь ненадолго. Пока.